20 сентября 2018 года аксенов в это время мчался куда-то ну как потом мы знаем в керчь он звонил по телефону выкладывал в фейсбуке свои комментарии сообщения на фейсбук у него время хватило но в это самое время правоохранительные органы работали в здании правительства республики крым второй этаж этого здания был оцеплен бойцами омона отвлекались что ли от операции в евпатории и в керчи ну трудно сказать понимаете это боевая операция большая операция крупномасштабная операция которая проводилась я так понимаю практически охватывая весь крым и поэтому захватом здания в симферополе административного здания отвлекали внимание жителей от керчи от трагедии в керчи но понятно что это же было сделано цели направлено в одно и то же время в один и тот же день случайности не бывает это политика завязанная на деньгах и на крови по словам источника проводили выемку документов обыски проводились в кабинетах ну и кроме того были задержаны некоторые люди из чиновников из помощников аксёнова в данном случае мы знаем что задержали на хлопина это вице премьер это помощник непосредственно аксёнова и о нем говорили что он стал серым кардиналом он своим умом поджал таки под себя аксёнова он умнее на много порядков самого аксёнова поэтому аксёнову он стал невыгоден аксёнову он стал не нужен он уже был серым кардиналом а серый кардинал у аксёнова это анатолий могилёв который до сих пор живет в коктебеле улица ленина 122 это серый кардинал аксёнова она хлопин да он из донецких он приезжий ему доверили очень много он развернулся потому что донецкие там под зонтиком ахметова до сих пор они довольно таки в большой силе а клан организации ахметова она пожалуй держит часть крыма и довольно таки сильно и как раз район феодосии и керчь туда же относится и поэтому возможно арестован был тот самый на хлопин но якобы его арестовали в москве и аксёнов не выразил большого сожаления по этому вопросу и так мы знаем только то что 17 октября в здании администрации крыма работал следственный комитет омон фсб вынимали документы производились аресты это похоже знаете на такую бандитскую подставу сам аксёнов улетел в керчь там теракт а вот под это дело в здание в его здание в администрацию вошли следственные органы и вошли омон и силовики для того чтобы арестовать и сделать какие-то выемки документов чем это закончилось мы не знаем потому что пока об этом сообщении нет много есть рассуждений на фейсбуке на эту тему потому что ребята грамотные они знают о чем они говорят и информация им поступает опять-таки практически из первых рук поэтому некоторые ребята которые выступают на фейсбуке и пишут они в курсе событий и один из общественников на своей странице фейсбуке александр талипов пишет что с понедельника новая волна увольнений по собственному желанию в крыму начнется слив команды высокого блондина так называют известного чиновника но и статистика уголовных дел против чиновников особо не пострадает безработные уголовники это не коррупция зато можно будет дуть щеки и выйдут очередные новости аксёнов пригрозил кстати загуглил с 2014 года грозил более ста раз но так посмеиваются у нас крыму над аксёновым никому еще наверное не надо напоминать ни чем это серьезным ни для кого не закончилось кстати кадры таки закончились пойдут уже наверное назначать по второму и третьему кругу александр талипов подразумевает что одних и тех же чиновников будут назначать по второму и по третьему кругу потому что свои они все определены есть такой вот круг и вот дальше разрастить не может потому что он свой и других туда впускать нельзя поэтому будут назначать тех кого уже сняли передвигать пешки на доске туда-сюда туда-сюда вроде как и новые назначения когда во главу крыма ставят не совсем адекватного и умного человека то получается что и весь крым погряз в криминале в разборках ну и теперь еще и вот такие массовые трагедии с детьми которые произошли в керчи и как говорят в евпатории было то же самое но евпаторийский проект по детям что там произошло мы не знаем мы только имеем выступление аксёнова где он практически штанов выпрыгивая пытался убедить жителей керчи что их детей отправили в краснодар и если они не нашли своих детей ни в списках погибших не списках госпиталя значит они отправлены в госпиталя других городов для того чтобы им оказать помощь не верьте это не так детей не найдут я думаю здесь нужно бить как раз тревогу о киднеппинге детей каждый из родителей должен обязан найти своего ребенка в том госпитале и вытрясти из администрации информацию в каком госпитале они могут найти своего ребенка поехать и навестить не по телефону а именно навестить тем более как говорят телефона у всех детей отобрали а почему это произошло и что с этим связано я вам расскажу в другом ролике где объясню вам цель таких операций по крыму я таня карацуба сиит бурхан ждем развития событий в крыму